Добрый день, дорогие мои друзья! Вы находитесь на канале Галина Коломейко Кройко и Шитье. И мы продолжаем с вами цикл разговора о том, какая у нас бывает особенная фигура или, коротко говоря, нестандартная фигура. В предыдущих наших выпусках мы говорили о классификации этих фигур. Разобрали фигурку с выступом груди, когда обычная фигура выглядит вот таким вот образом. И мы можем спокойно между двумя вертикалями поставить нашу фигурку, чтобы грудь, животик, лопатки, ягодицы приблизительно касались наших вертикальных линий. Или вот такая фигура, например, выступ груди, когда у нас под грудью пусто. И понятно, что что-то надо сделать с базовой выкройкой, чтобы убрать лишнюю ткань, которая будет под грудью у нас собираться. В том случае, если мы захотим сделать с вами полуприталенный силуэт. Это был один принцип. Второй принцип. Мы разговаривали с вами о фигуре, у которой выступают ягодицы. Мы разбирали, что нужно сделать в базовой выкройке, какую одежду нужно носить для того, чтобы это как-то нивелировать. Чтобы это и сидело красиво, выглядело хорошо и не создавало никакой лишней слабины, никаких лишних заломов в области лопаток. Дальше мы разбирали с вами фигурку. Еще раньше мы разбирали фигурку с вами вот с таким выступом животика. Тоже оговорюсь еще раз и подчеркну, что у нас тогда считается есть выступ живота, если грудь недостаточно велика. То есть, если бы грудь была достаточно выражена и она бы у нас касалась, так сказать, вот этого вот уровня, тогда бы мы считали, что просто полненькая фигурка и животика как такового нет. Хотя фактически он, конечно, бы у нас был. И вот сегодня у нас осталась еще одна фигура, которую мы не успели рассмотреть. Это так называемая сутулая фигура. Если обратите внимание, ягодицы или по-другому можно это сказать, маленькие, не очень выраженные ягодицы. Здесь у нас круглая спинка, выступающие лопатки может быть, большая сутулость может быть. И на ней вздергиваются наши платьица, а в области ягодиц появляется слабина. Что мы часто видим в этом случае? Вот посмотрите, вот этот вариант платья, когда оно у нас равновесное, хорошо расположенное, низ у нас параллелен полу, боковой шовчик вертикально строго идет вниз. Вот это правильное положение и вертикальных линий грудь, лопатки, ягодицы и животик приблизительно касаются. А вот это у нас плохое положение. Если мы обычное платье наденем вот на такую фигурку, она сразу же вздернется вот на этой выпуклой части, на выпуклой вот этой спинке, на сутулой спинке появятся вот такие косые заломы. В области пройма у нас появится обязательно вот такая слабина. И линия низа будет не параллельна, она будет вот такое вот расположение иметь. А боковой шовчик немножко будет уходить вот так назад. Здесь просто слабовато вот это вот все выражено. И наша задача при построении базовой конструкции вот от этого вида уйти. И, конечно же, несмотря на то, что фигурка у нас вот такая, какая она есть, то есть с выступающими лопатками или очень сутулая фигура, нужно посадить ее правильно. Давайте же посмотрим, как будет выглядеть наша базовая конструкция. Вот у нас техническое задание как раз на такую фигуру. Но, пожалуй, еще раньше я вам еще вот такой вот пример покажу. Когда у нас осанка обычная, как понять, обычная у нас осанка или она у нас все-таки сутулая. Вот вам пример осаночки обычной. Это ДТП, который измеряется от верхней плечевой точки до линии талии. По линии талии у нас шнурочек, который всегда параллелен линии пола. А ДТС по спинке вертикальной линии. ДТС у обычной фигурки всегда меньше, чем ДТП. Примерно на 2-3 сантиметра. Вот у меня это описано. Балансом называется разница между ДТП и ДТС. Здесь ДТП 44, ДТС 42. А вот у этой фигурки, когда она у нас стала сутулой, получилось ДТП минус ДТС минус 2. То есть ДТС у нас 44 сантиметра, а ДТП у нас всего 42 сантиметра, например. Потому что часто так бывает, что спинка очень круглая, очень сутулая, наклоненная вперед куда-то, а грудь при этом мало-мало выражена. И за счет этого спинка становится длиннее, полочка становится короче. И баланс принимает отрицательные значения минус 2. 42 это ДТП, отнять ДТС 44 получится минус 2. Вот вам характерный признак для сутулой фигурки. Ну а теперь давайте посмотрим, что нужно сделать в нашей базовой конструкции для того, чтобы это нивелировать, для того, чтобы развернуть наше платьице, и фигурка все-таки была хорошей. Прежде всего мы начинаем всегда, конечно, вот с такого технического задания. Перед вами мерки, которые имеет вот эта нестандартная фигура. Смотрите, у нее ДТС 45, ДТП у нее 45, баланс нулевой. Вот на такую вот фигурку я строю базовую конструкцию. Ну а это прибавки, которые мы обычно применяем. Что у меня получилось в результате? В результате у меня получилась вот такая вот картинка. Полочка выглядит как обычно. Вот такая у нас полочка. А спинка не может оставаться такой, как она была. Обычно по спинке строится вот эта выточка. Талиевая выточка на спинке и плечевая выточка на лопатке сверху. Вот так вот мы поближе посмотрим, чтобы вам было все хорошо видно. Что нужно сделать, чтобы изменить эту выкройку, для того, чтобы она хорошо сидела на спинке и не создавала ненужных нам заломов? Нужно сделать две вещи. Первое. Нужно обязательно увеличить вот эту плечевую выточку. Иногда у сутулых фигур она доходит очень часто до 3 сантиметров. Если вы этого не сделаете, у вас обязательно будет слабина вот в этой части. Но если вы увеличиваете эту выточку, значит плечо вам нужно удлинить. Значит в конечной точке плеча пройма еще немножечко вот так вот корректируется, как показано у меня на этом рисуночке. Синим цветом у меня показана корректировка. Но если вы будете выполнять проверку, контроль, вы увидите, что по бедрам у таких фигур очень часто бывает, так как маленькие ягодицы, очень часто бывает излишек ткани. И чтобы этот излишек ткани убрать, мы выполняем вот такие вот полурельефы. Вот такие полурельефы. То есть это длинная-длинная выточка до самого низа. Видите, как она оформлена? Мы забираем вот это все, эту лишнюю ткань, вот в этот самый полурельеф. Вот так нужно строить базовую конструкцию, корректировать, если в общих чертах. Если вы хотите подробно, пожалуйста, и в моих книгах, и на онлайн-курсах, и в оффлайн-курсах, в онлайн-школе, в оффлайн-школе, есть подробный разбор таких ситуаций со всеми построениями. И в конце концов это есть на этом канале. При вашей терпеливости и настойчивости вы легко можете эту тему найти и посмотреть. Что еще мне хочется вам показать? Значит, вы увидели, что на спинке у нас появляется так называемый вот такой вот полурельеф, еще одно изображение. А полочка может быть какой угодно. Я нарисовала пример, например, вот такой вот полочки. Но нам не всегда хочется иметь вот этот вот полурельеф на спинке. Его хочется, видимо, как-то обыграть. И поэтому, что часто делают? Схематично показываю вот здесь. Вот этот полурельеф здесь не рисуют, не строят, а его как бы сдвигают к середине спинки. И на спинке появляется средний шов. И уже в средний шов убирают вот эту лишнюю ткань, которая была у нас в области бедер, ягодиц и дальше по линии низа. И остается какая-то небольшая талиевая выточка. И обратите внимание, какое интересное построение у меня идет вот этого среднего шва спинки. Посмотрите, на горловинке вверху я поднимаюсь на полтора сантиметра, потому что там есть у нас седьмой шейный позвонок. Как правило, там большие такие идут отложения. Да, еще надо сказать, что вот эту выточку я часто перевожу в горловину, потому что она лежит лучше, смотрится лучше и она там естественнее. А саму круглую спинку, видите, вот коричневым карандашиком, как я оформляю, она немножко выпуклая. То есть существует талиевая выточка и отведение, так сказать, в среднем шве спинки 2-2,5 сантиметра. И дальше они идут вниз, да. А сама спинка оформляется вот таким вот выпукло-вогнутой линией, которая как бы копирует контуры нашей фигурки, которая копирует вот эту самую выпуклую спинку, вот эту сутолую спинку. И к тому же еще помогает закрыть нам вот этот вот выступающий седьмой шейный позвонок, который появляется, как правило, у таких вот наших фигур. Итак, какие фасоны подойдут такой фигурке? Давайте посмотрим вот сюда. Вот это вариант у нас той спинки, о которой я только что рассказала. Когда лишняя ткань переведена в средний шов. Остаточные выточки, вот она классическая стандартная такая спинка, сидеть она будет у вас хорошо. Я показываю здесь только варианты спинок. Еще один вариант. Так как у нас в области бедер здесь имеется, так сказать, лишняя ткань, ее можно не забирать вот в этот средний шов спинки или в какие-то традиционные вот такие вот полурельефы, которые я вам показывала в начале. Сейчас я напомню это нам. Не всегда же нам хочется на спинке выглядеть вот, видеть вот такие вот две палочки внизу. Поэтому вместо них я делаю так называемые полувыточки. Всю слабину по спинке разбиваю на две части. И разбиваю на две выточки. Но когда начинаю сметывать и стачивать затем, я обрабатываю только верхнюю часть выточки, которая выше талии. А нижнюю часть выточки я не обрабатываю. Там получается вот такой вот симпатичный защип. И вот эти защипчики в нижней части на области бедер и ягодиц нам как раз создают ту недостающую лению слабину, которая как бы компенсирует недостаток вот в этом месте, создаёт определённый объём. Это работает замечательно. Ну и самое понятное и лёгкое, это когда у нас есть отрезная линия талии, и в талию вшивается какой-то элемент, который мы называем баской. Он может быть иметь самую разнообразную форму. И оборка, и валан, и такая костюмная, очень чёткая такая басочка со складочками, без складочек и так далее. Самые разные банты, эффект турнир нужно создавать. Вот это всё будет работать на то, чтобы мы, так сказать, компенсировали тот недостаток, который есть у нас ниже линии талии у таких фигурок. Ну, что вот тут ещё я то же самое постаралась вам показать. Это если тонкая талия у нас есть, мы делаем. Вот это если нет тонкой талии, мы делаем. То есть смотрите, мы создаём глубину на спинке, если нет тонкой талии. Если это жёсткие ткани, вот это очень хорошо работает. И ткани мягкие, которые можно легко сутюжить, когда мы оставляем один средний шов по спинке, и в него, так сказать, сутюживаем, хорошо вот так вот спинку сутюживаем, придаём ей форму ту, которая действительно есть у человека. Ещё варианты оформления спинки, опять же. Ну, а полочка может быть любой. Вот те же самые наши полувыточки. Смотрите, какой-то эффект ГД, так как здесь очень узковато, и пойдут вот это всё расширение. Какой-то небольшой тюльпанчик, который даёт нам вот эту слабину. Вот такие вот вещи, когда спинка у нас вот такая присборенная идёт, либо зауженная к низу, либо наоборот расширенная к низу. То есть работает всё, что помогает нам скорректировать нашу выкройку таким образом, наш фасон таким образом, чтобы это место было у нас немножечко-немножечко побольше. И ещё одна тема, которую мне хочется сегодня вам рассказать, тема о том, как у нас сочетаются такие истории, как выступ живота в одной фигурке и выступ лопаток. Это тоже будет фигурка, как мы говорили с вами в прошлый раз, неравновесная. Потому что у нас наискосок выступают части. С одной стороны спина вверху, а с другой стороны животик внизу. И поэтому, для того, чтобы у нас развернулось наше изделие, как в прошлый раз мы разворачивали другую ситуацию, когда у нас были ягодицы и грудь, нужно к ширине сетки прибавить 2 сантиметра. Вот посмотрите, как будет выглядеть техническое задание в этом случае. Вот так будет выглядеть техническое задание. То есть на спинке нам нужны вот такие полурельефы, а на полочке нам нужны полурельефы сверху. Здесь снизу, потому что внизу лишняя ткань, а здесь сверху, потому что здесь будет лишняя ткань. И, наконец, чертёж, который строить в данном видео мы не будем. Повторяю ещё раз, всё это построено и в моих книгах, и проходится очень подробно и детально в онлайн-школе и в оффлайн-школе. И всё это рассказано на этом YouTube-канале. При определённых затратах времени вы легко можете здесь это всё найти. Ну, а я вам просто показываю. Значит, коричневым карандашиком у меня выделена обычная базовая конструкция. Её ширина сетки увеличена на 2 см, потому что в будущем нам нужно забирать её вот здесь, по линии бёдер, для того, чтобы оформить вот эту вот выступающую часть спинки. Посмотрите, выточка тоже увеличена. В данном случае до 3 см, на сантиметр, на полтора её надо увеличивать иногда. Посмотрите, как оформлена верхняя часть полочки. Это полурельеф, который мы рисуем сверху. И вот они, вот эта вот выточка 2 см, которая нацелена на животик. Как мы увеличиваем нагрудную выточку на эти 2 см, как мы оформляем здесь лишнюю ткань шириной 2 см, как потом мы сдвигаем пройму в сторону спинки, потому что у нас изменяется в этом случае ширина спинки. Она становится меньше, если мы учитываем лишнюю ткань в области груди. Вот таким образом всё это оформляется. Ну и разрешите на этом тему сутулой фигурки закончить. Следующий наш выпуск будет посвящен фигуре верхнего типа и фигуре нижнего типа, но уже с учётом выступающих бёдер или наоборот их отсутствия. До новых встреч! Всегда ваша Галина Коломейко. Всем добра!